Это прямой эфир студии репортер с Ксенией Жаровой. Здравствуйте! С 9 по 25 сентября в Одесском оперном театре состоится фестиваль «Бархатный сезон в Одесской опере-2016». И сегодня у нас в гостях помощник генерального директора Одесского оперного театра Людмила Сергеичук. Людмила Александровна, здравствуйте! Очень рада, что вы пришли к нам в студию. И это уже второй фестиваль «Бархатный сезон в Одесской опере». Расскажите об истории возникновения этого фестиваля и об идее. Да, мы уже можем с гордостью говорить о том, что есть история этого фестиваля и почему возникло непреодолимое желание сделать и представить на суд публики второй фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере». Потому что первый оказался очень удачным. Это был пробный камень, но была восхитительная пресса, отзывы меломанов, любителей театра приезжали из разных уголков Украины, из-за границы, чтобы посетить события нашего фестиваля. И мы поняли, что именно в это бархатное золотое время в нашем любимом городе обязательно нужно делать такой фестиваль, фестиваль высокого искусства, который может быть приятным и удовлетворить все запросы, культурные запросы и интересы одесситов, тех, кто приезжает сейчас в город наш отдыхать. И мы уверены, что то, что мы в этот раз представим публике, будет бесспорно интересно, увлекательно. И главное, что мы сохраняем формат фестиваля. Есть особая стилистика бархатного сезона и тот контент, который мы стараемся сохранить. Это все жанры, стили и направления в искусстве, в музыке в частности, мы вмещаем в рамки этого фестиваля. Надо сказать, что все-таки 8 событий фестиваля – это очень серьезная заявка. Ни один, ни два дня мы делаем фестиваль, а именно 8 событий. И каждый из них особенный, эксклюзивный. И даже наши традиционные спектакли, такие как «Мадам Бутерфляй», опера Джакома Пучини, которой мы начинаем фестиваль, она тоже будет подана в особом таком варианте. А в чем особенность? Потому что мы приглашаем на исполнение главной роли народную артистку Украины, любимицу одесской публики, солистку национальной оперы Украины Татьяны Анисимовой. А посвящаем исполнение этой оперы и, собственно, открытие фестиваля знаменательной дате. 120 лет назад на сцене нашего театра блистала дива украинской оперы «Соломея Крушельницкая». Она покорила одесскую публику. Пресса писала восхищенные отзывы о ее артистических данных, о ее вокальных возможностях. Просто одесситы были покорены ею. И действительно, это было несколько интересных ролей исполнено на сцене нашей оперы. Особенно пользовалась популярностью роль Рахили в опере «Дочь кардинала Голливии» и многие-многие другие. Но надо сказать, что именно в опере Джакома Пучини «Баттерфляй» Соломея Крушельницкая блистала лучше всех. Она считается лучшей «Баттерфляй» всех времен. Поэтому вот такое приношение памяти великой украинской певицы. Именно с этого мы и начинаем наш фестиваль. Из традиционных и всеми любимых балетов, которые включен в наш фестиваль, конечно, «Лебединое озеро». Без него мы не могли обойтись. Но и тут сюрприз. И тут большой подарок одесситам. Мы пригласили на исполнение роли одетой Адилии блестательную современную балерину, приму Национального балета Канады Светланы Лунькиной. Она уже второй раз будет на нашем фестивале. И это еще одна особенность нашего фестивального события. Настолько исполнителям нравится участие в событиях оперного театра и участие в фестивале, что они изъявили желание приехать. Я знаю, что у нее очень плотный график, но все равно она выбрала время, и она обязательно будет. Вы абсолютно правильно говорите. Она буквально с трудом вписала в свой график между поездкой в Японию, началом сезона в балете канадском. Вот эти было несколько дней, когда она сможет приехать и порадовать любителей классического балета своим изумительным искусством. Она неповторимая балерина. Мы даже не говорим о таланте. Она одарена от Бога. Ее жест, ее пластика, ее артистические возможности и способности, они одухотворяют все, что происходит на сцене. «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского – это действительно шедевр. И всегда собирают залы. Но с участием Светланы Лунькиной это будет бесспорно одной из кульминаций этого фестиваля. Хотя, может, не скромно, но скажу, что, наверное, каждое событие можно тоже назвать с уверенностью кульминационным. Каждая по-своему неповторима и привлекательна. Или для молодежной публики, и для детей. И для детей тоже уже балет. Конечно. Мы в этот фестиваль включили совершенно свежую премьеру 206 сезона балет Чаполина Карена Хачатуряна. Балет пользуется потрясающей любовью не только малышни, но и родителей, которые приходят. Потому что это действительно балет для всей семьи. Полный зал, овации, родители превращаются в детей, слушая эту зажигательную музыку. Видя потрясающую хореографию Генриха Майорова, это настолько увлекает, настолько захватывает, что ты невольно включаешься вот в эту замечательную сказку, чувствуешь себя, как будто ты попал в детство. Это действительно замечательно. Тем более, что мы, опять-таки, не просто даем эту премьеру, повторяю премьеру, а пригласили на роль Чаполина, на главную роль Александра Стоянова. Это солист балета национальной оперы Украины имени Шевченко. Совсем недавно он получил заслуженного артиста Украины. То есть уже вот в таком свежем статусе заслуженного артиста он будет выступать на нашей сцене в роли Чаполина. Это будет бесспорно прекрасное зрелище и очень увлекательное. Также будет концерт, который будет приурочен к украинской культуре, украинской музыке. Да, надо сказать, что вот формат фестиваля, о котором я вначале заявила, который очень тонко сохраняет традицию и современные пожелания современной публики. Это очень важно. Не случайно умные люди говорят о том, что все дело в пропорциях. Вот как соизмерить, как найти вот эту тонкую грань, чтобы была и отдана дань классике, без которой оперный театр. А он достаточно консервативен и он академический наш театр. Поэтому это должно быть. И, кстати, ремаркой скажу, что на сентябрь театрам запланировано 22 мероприятия. И они все состоятся. То есть мы репертуарный театр. И вот вся прелесть, красота игры, скажем так, в том, что именно в репертуар текущий включен фестиваль, и он ни в коем случае не нарушает ритм работы театра. Хотя это крайне сложно, потому что репетиционных площадок практически, ну, очень мало ограничена возможность, и театр справляется с этим. Значит, умеет организовать правильно работу, и у нас получается. Так вот, вернувшись к новым формам, о которых мы говорим, их очень много. И мы горды тем, что мы можем представить публике абсолютно эксклюзивные, абсолютно новые форматы. И вот один из таких форматов – это концерт «Бетховен. Измеряя вселенную музыку». Он состоится 23 числа. Это действительно очень сложная такой, сложная стилистика этого концерта, этого перформанса, который включает и звучание фортепиано. Будет доминорный фортепианный концерт Людвига Ван Бетховена. И увертюра «Кориолан». И музыка к драме «Эггмант» с чтецом и вокалисткой. Будет концертная ария ОПРФИД в исполнении солистки нашего театра. То есть это действие, которое объединяет разные формы жанра и стилей. И рождается синтетическая форма спектакля. Мы сказали о 15 сентябре. Да, концерт «Берегиня. Ведроджиня души». «Берегиня. Ведроджиня души». Ну вот, кстати, мне бы очень хотелось поделиться теми находками, теми имиджами наших афиш, которые созданы нашим дизайнером. Да, я вижу, что у вас очень красивая афиша, на каждое мероприятие приурочена, естественно, афиша. Абсолютно. Вот мы сказали о формате фестиваля, и он сохранен. То есть есть общая стилистика, которая сохранена с прошлого фестиваля, все афиши. Мы так немножко перескакиваем, но хочется успеть все рассказать, потому что очень много событий. Так вот, идея призмы, которая лежит в основе создания фестиваля, афиш фестиваля, вот она в объединяющая афиша. Это главный имидж, имидж фестиваля, который мы немножко изменили. Он был в прошлом году несколько иной, но идея фестиваля, решенная через преломление призмы, сохраняется. Затем, вот первое событие, это Мадам Баттерфляй. Это портрет Соломии Крушельницкой, посвящение, собственно, этой выдающейся певице. Второе событие, мы немножко поменяли график, второе событие, это премьера оперы Генри Пёрселла, Дидона и Эней. И надо сказать, что тут опять-таки интерес в прочтении формата фестиваля. Генри Пёрселл – это барочный композитор, Англия, 17 век. То есть вот масштабы или охват музыкального текста от времен барокко 17 века до современного прочтения. Вот это афиша Чиполина. Да, для детей. Для детей. Воскресенье, 11 числа, в 12 часов дня. Для детей и для всей семьи. А теперь вот этот концерт, о котором хочу сказать особенно. Берегиня ведроджиня души. Это опять-таки очень сложный проект синтетического характера. Безусборно основу составляет музыка. И музыкальную часть этого проекта готовит дирижер Оксана Лынев. Она работает в Германии и специально приезжает к нам на фестиваль. Опять-таки любя наш фестиваль, любя оперный театр Одессу, с вот таким интересным предложением и с таким интересным фестивалем. Будет звучать музыка Казаренко. Это современный львовский композитор. Он приедет, он будет исполнять свое произведение на фортепиано, которое будет звучать как цимбалы. Будет звучать музыка Евгена Станковича, Николая Калеса, Олега Кивы. И представлять музыку Украины от востока до запада будет народная артистка Украины Нина Матвиенко. Ее очаровательный, неповторимый тембр, который просто завораживает. И другой полюс. Современная исполнительница, бардовская певица Марьяна Садовская. Она живет сейчас в Германии и с успехом пропагандирует и популяризирует украинскую музыку. Но не просто украинскую музыку, а аутентичное исполнение. Гауцульские напевы. Вот этот микс украинской традиционной музыки, который подан в современном прочтении. Совершенно оригинальное решение, когда академическая сцена объединяет Нину Матвиенко, Марьяну Садовскую и нашу солистку Настю Голубь, которая также принимает участие, и Катерину Цымбалюк. Они будут принимать участие в этом проекте. Кроме того, будет абсолютно эксклюзивный видеоряд, который будет сделан Марии Козий. Она специально готовит это видеосопровождение. А основой для видеосопровождения будут работы Ольги Рондяк. Вот в основе этой афиши и есть работы Ольги Рондяк. И она дала нам авторское право использовать эти работы в сопровождении. Я думаю, что это будет не просто проект «Берегения ведро джини души». Это будет очень драматичный, насыщенный смыслами, ассоциациями, взрывной. Но и вместе с тем очень лирический. То есть все краски, эмоции будут представлены в этом проекте. Ну и еще... Следующий, это 18 сентября, будет балет «Гала на грани столетий». Да. И я знаю, что зрители, они уже, войдя в оперный театр, смогут ощутить атмосферу 19 века. Каким образом это будет? Ну, не хочется рассказывать все. Потому что должен быть какой-то момент сюрприза, какой-то тайны. Ну, знаете, одним из выдающихся балетных постановок был маскарад в нашем театре. Это помнят старожилы театра. И вот музыка из маскарада, вдохновенная, восхитительная музыка, уже будет звучать в фойе, когда только зрители придут в зал. Будут настраивать. Будут настраивать, да. Но вот это соприкосновение с восхитительным танцем, с балетом. Потому что, знаете, вот хочу сказать, небольшая ремарка, небольшое отступление. Вот артисты балета, артисты оперы, насколько они самоотверженные, насколько они преданы делу. И вот мы, да, мы приглашаем солистов, потому что фестиваль без приглашенных солистов, ну, как бы это одна такая из отличительных черт фестиваля, да? Конечно, да. Но ведь основной груз, основная задача на труппе, на той, которая работает каждый день, балетная и оперная труппа, наш замечательный оркестр, дирижеры. И в первую очередь, конечно, Александр Григорьевич Самуил, народный артист Республики Молдова, главный дирижер нашего театра. И тут надо сказать, что творческая группа фестиваля, она возглавляема двумя руководителями. Это генеральным директором нашего театра, заслуженным работником культуры Украины Надеждой Матвеевной-Бабич, она же и художественный руководитель фестиваля. А музыкальный руководитель фестиваля, главный дирижер Александру Самуила. Вот под их руководством вся театральная братья, вся труппа, оркестр, они настолько воодушевлены и увлечены этой идеей, что действительно радостно за то, что театр – это не красивая шкатулка, которая поражает необыкновенно архитектурными изысками. Она имеет интересное наполнение, очень эффектное, эксклюзивное, творческое, современное. То есть найти вот этот баланс, как я говорила, меру, сохранить, отдать дань почтения, традиции и представить публике что-то новое, чтобы театр действительно не превращался в нечто такое замшелое, куда не хочется ходить. Вот таким примером есть балет Гала на грани столетий, на меже столетий. Вот такая интересная афиша была создана нашим дизайнером Виталием Галакум. Прелестная, очень красивая. Да, действительно для каждого события нужно найти неповторимый свой образ, который увлечет, который будет понятен в определенном смысле и сохранит интригу, вот как здесь. В чем особенность этого? Мы уже немножко начали говорить об этом, да, что сразу зайдя в фойе, публика будет погружена в атмосферу 19 века, обучать музыка маскарада. Но будут еще сюрпризы. Я думаю, что сюрпризы мы немножечко оставим, потому что, к сожалению, у нас уже заканчивается время, да. Я бы хотела, чтобы вы показали еще афишу балета «Лебединое озеро». Да, с удовольствием. Это восхитительная, восхитительная совершенно афиша. Да. Светлана Лунькина. Да, это... В «Одетое диле». Да, и в двух словах, гала-концерт «Оперные двойники». Это будет завершение фестиваля. Да, финал фестиваля 25-го числа «Оперные двойники». В чем особенность этого концерта-спектакля, концерта-перформанса? В том, что на одесской публике, ну, как бы будут сражаться, ну, фигурально, конечно, не в прямом смысле, сражаться Рассини, например, и Паезиелла. Потому что у Рассини есть образ, сивильский цирюльник, и образ Фигара, и у Паезиелла. И вот два персонажа из одной и другой оперы предстанут на сцене театра. И публика будет решать, а что им понравится больше. Или, допустим, русалка из оперы Александра Доргомышского, или русалка из оперы Дворшака. Вот в этом есть суть двойников. Один и тот же персонаж у разных композиторов звучит по-разному. И это будет своего рода соперничество этих персонажей. И очень хочу сказать еще вот о чем. Пригласить, конечно, в наш театр, потому что мы очень любим театр без публики, это не театр. И всегда, когда полные залы, когда есть восхищенные глаза наших почитателей, аплодисменты, это всегда прекрасно. Но, вы знаете, фестиваль не смог бы состояться, если бы вот именно в этом фестивале не была возрождена меценатская традиция. И я с радостью хочу об этом сказать. Сергей Гриневецкий, Владимир Филипчук, Валентин Продоевич, Леонид Крючков, Стекон. Это те люди, которые подхватили идею меценатства и продолжают, потому что они связаны с театром. Это попечители театра, это председатель наблюдательного совета театра. И это реальная работа, реальный вклад в жизнь театра. Иначе нам бы было очень тяжело. Да, и развитие культуры для того, чтобы... Более того, могу сказать, что есть меценаты за пределами Украины, Андрей Москалев, Соединенные Штаты Америки, и Виктор Охотин из Великобритании, почитатели высокого искусства, прекрасного мастерства исполнителей. Они также оказали свое содействие. И мы... Можно сказать, что была поддержка по всему миру. По всему миру. Я вам скажу, что переписываюсь с теми, кто хочет приехать на фестиваль. Уже куплены билеты из Японии, из Соединенных Штатов, из Великобритании, из Германии. То есть международные границы фестиваля расширяются. Они растут, расширяются. И мы, конечно, очень счастливы видеть публику в нашем любимом театре. В самом лучшем театре в мире. Людмила Александровна, большое спасибо, что вы пришли к нам в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был помощник генерального директора Одесского оперного театра Людмила Сергеевичук. С вами была Ксения Жарова. До новых встреч.